Подмосковные автолюбители в очередной раз посоревновались с скоростью и умением ориентироваться по местности. Один из самых сложных видов подобных мероприятий – ночной челлендж – прошел в Балашике. Несмотря на непростые погодные условия, участники подъезжали к месту старта и расставляли свои автомобили. Пока организаторы сверяли все данные, экипажи команд настраивались, каждый по-своему. Далее все колонны тронулись для получения первого задания. Конечно, при плюсовой температуре поехать единовременно не получилось. Подтаявший снег помешал тронуться одному автомобилю. Спустя некоторое время машины на аварийных сигналах двигались по трассе. Один массовый разворот, запланированный организаторами, и мы на первой точке. Участники, не теряя времени, двинулись вниз по склону. Когда все спустились, команды поделили по половому признаку. Если в экипаже девушек не было, роль слабого пола выполняли юноши, которых для наглядности наградили розовой заколкой. Когда все задания были получены, участники устремились к своим автомобилям. Честно признаться, пройти обратный путь было непросто. Одни только карабкались на дорогу, а другие уже отъезжали. Команда, с которой мы должны были пройти всю игру, решила не терять ни секунды. Время, выигранное в пути, должно было пригодиться на точке. Но скользкая дорога и стоп разрушила все намерения. Автомобиль покасательный задел мачту освещения. Пока водитель осматривал автомобиль, мы ожидали автоорганизаторов. Спустя некоторое время мы снова были в игре. Правда, с потерей четырех точек. Тем временем участники дарили друг другу цветы и делали комплименты. Таковы правила на этом пункте. Далее следующая точка. Мы едем к ней на машине организаторов и успеваем раньше участников. Первая команда прибывает через несколько минут. Участники по сугробам бегут за сценарием следующего испытания. Один за одним стали приезжать и остальные экипажи. Тем временем мы уже были в пути к следующей точке. По сценарию на этом пункте участники должны были найти у своих же одноклубников непонятные предметы, которые служили ключом для разгадки предстоящего конкурса. А что искать? Да не то. Ты с тобой такой не носил. Снова дорога и мы первые оказались на заключительной точке. Организаторы выбрали здание ЗАГСа не случайно. В честь Дня Святого Валентина для участников было уготовлено бракосочетание. Процесс изготовления поты из туалетной бумаги освоили первые прибывшие. После распития безалкогольного напитка молодожены должны были поцеловаться. В этот момент не повезло команду, в которых роль девушки играл юноша. Когда все перецеловались, можно было отправляться на финиш. Перед награждением все разбились по несколько человек и обсуждали соревнования. Победителям вручили декоративные медали «Правда прошлого мероприятия». Такова система. Первые места этого челленджа определят на следующей неделе. Обязательно!